Потом открою одну баночку и покажу, как выглядит вкусная тушенка. Для приготовления тушенки нам понадобятся банки стеклянные. У меня 5 600 граммовых. Они как раз входят у меня на один раз в большую кастрюлю. Итак, простерилизовала. Вот достала они еще горячие. Сейчас будем заниматься мясом. Вот на 5 600 граммовых баночек у меня вмещается примерно 3 килограмма мяса. Вот мясо я помыла. Берем любое, свинину, говядину. Можете сделать из птицы тушенку. Также будет очень вкусно. Разница только во времени приготовления. Берем кусочки непостные, с небольшим количеством жирка. Тогда тушенка будет вкусная. Итак, помыла. Сейчас порежу на кусочки. Кусочки должны быть не маленькие. Ну и не огромные, конечно, куски. Такие, как бы вам приятно было видеть на тарелке. Вот примерно такими кусочками порезала. Теперь нужно будет мясо посолить. Из расчета столовая ложка крупной соли без горки на килограмм мяса. Я уже одну насыпала. Две, три. Теперь нужно будет поперчить. Крупный молотый перчик. Теперь хорошо перемешиваем. Остывшие стерилизованные баночки на дно укладываем лавровый лист. По одному, по два листочка. Это на ваш вкус. Засыпаем в горошек перец черный. Ставлю стерилизовать крышки. Опускаю воду. И с момента закипания минут 10. Раскладываем по баночкам. Укладываем плотно. Но оставляем немного свободного места. Примерно сантиметр, полсантиметра от горлышка банки. Вот баночки наполнила. Вот так они выглядят. И вот совсем немного мяса у меня осталось. Буквально 4 кусочка. Вот ориентировочно на эти банки 600-700 граммовые. Около 3 килограммов мяса уйдет. Приготовила большую кастрюлю. В эту кастрюлю у меня вмещается 5 банок. Смотрите по своей кастрюле, сколько встанут в ряд. Дно обязательно застилаем какой-то тряпочкой или стареньким полотенцем. Чтобы дно не касалось кастрюли. Дно банок. Чтобы они у нас не лопнули. Достаем крышку. Накрываем. И закручиваем очень-очень плотно. В этом и весь секрет. Крышку нужно закрутить сразу же. Очень плотно. Если у кого-то есть специальный ключ, затяните даже ключом. Вот таким образом. И теперь закрытую банку с сырым мясом мы будем выставлять в кастрюлю. Заливаем в кастрюлю воду. Заливаем по плечике баночек. По плечике. Заливаю холодной водой из-под крана. Так как у нас мясо там холодное, банки холодные. Значит, чтобы была одинаковая температура. И вставим нашу эту конструкцию на плиту. И доводим до кипения. Как только заметите бурное кипение, значит нужно будет убавить огонь. Варим при закрытой крышке. Время готовки до закипания не учитывается. Время приготовления зависит от мяса, которое вы используете в тушенке. Говядина у нас будет готовиться 4 часа, свинина 3-3,5, птица 1,5-2 часа. Затем, когда у нас процесс приготовления закончится, банки мы не вынимаем из кастрюли. Выключаем газ и оставляем до полного остывания в воде. Тем самым мы продлеваем процесс приготовления, и банки наши равномерно остынут, завакуумируются, и все на этом процесс приготовления будет закончен. Вот кипит. Я уменьшаю огонь до единички. И смотрите по своей плите, когда образуется медленное кипение. Вот как холодец вы варите, вот так и должна кипеть вода, когда мы делаем тушенку. Именно при такой температуре, оптимально 90-95 градусов, происходит процесс приготовления. Оставляем, поглядываем примерно на 4-3,5-4 часа. Уже прошло полтора часа. Так, хорошо кипит. Даже немножечко еще можно убавить. Все хорошо. Продолжаем. Вот такая тушеночка у нас получается. Она еще теплая. Оставлю ее до полного остывания, затем уберу в холодильник. Такая тушенка может храниться до 3 лет. Смотрите продолжение в следующей серии. Ни соли, ни перца больше ничего добавлять не нужно. Идеальный рецепт, мне очень понравился. Попробуйте, я думаю, вам тоже очень и очень понравится.